Похож ли этот трек На этот трек Итак, давайте удостоверимся, что это плагиат Ой, обалденно, что это очень похоже Вы собрали 75 тысяч лайков И вот вам плагиаты Снова плагиаты вне очереди Вообще, по плану, следующий ролик должен был быть про переделанный Кадиллак Позже кавры лучше оригинала Смотрю клипы с нулем просмотров И только потом снова плагиаты Но так как я дал вам условие Набирайте 75 тысяч лайков Снимаю снова плагиаты в ту же секунду без очереди Теперь для любителей этого формата все просто 75 тысяч лайков, новый ролик по плагиатам Пойдет? В этот раз вы мне накидали действительно годные плагиаты На новинки этого месяца Если честно, я сам кайфую от того, какие треки Я сейчас вижу в списке Думаю, вам тоже очень зайдет Кстати, абсолютно всех исполнителей Вы, скорее всего, знаете Треки, которые звучали в ТикТок Тут даже BTS есть Кстати говоря, о ТикТок Ганвест с Натаном Спис... Нет, другого... Сделали пародию Я сейчас это так буду называть Так как мне приходит желтая монетка Мне сейчас лучше меньше материться в роликах Так вот Ганвест с Натаном сделали, походу, пародию На Рахима Иначе это назвать никак Так, я уже опубликовал это у себя в Телеграме Вы уже залетели Накидали лайков этому комментарию Который меня отметил Опять же в комментариях Извините за тавтологию Это даже не то, что похоже Это можно назвать прям вот этим нашим любимым Жестким словом Плагиат Это вот что ни на есть Действительный плагиат Послушайте Я хочу кое-что поправить Теперь другое дело Главное теперь не обновлять страницы Так, врубите нам следующий трек Покажи, как ты берешь шест Покажи, как ты берешь шест Угадай, где я Я дома Угадай, как я Я в норме Я не со своим молдовым звучанием Видимо уже никто не слушает Решил повторить за молодым поколением Повторил Следующий плагиат Вы мне очень часто скидывали У меня есть что сказать насчет этого Давайте сначала послушаем Когда наряд Типа вот это вот звучание Вот эта вот атмосфера Коришь огнем В общем, инструментал называют плагиат Коришь огнем Хорошо, объясняю в последний раз Это тайп бит Все Да ладно, если серьезно, то Это тайп бит, который был сделан в стиле Тентесиона Это не плагиат на Тентесиона У Тентесиона нет такого трека Тайп бит это значит, что Бит в стиле Тентесиона То есть, ты исполнитель Ты хочешь найти вайп подходящий Твоему вкусу И тебе нравится стилистика Тентесиона Такая грустная, медленная и так далее И ты ищешь биты, похожие Именно на эту стилистику опять же Поэтому для этого и делают ста биты Последнее время я заметил то, что Рава любит именно Тентесиона использовать Мы не будем осуждать их за это Потому что мы знаем исполнение Джонни Там всегда такое все мелодичное Драматичное и так далее И именно поэтому они выбирают это Тут в описании написано This bit has been sold exclusively to a worldwide Короче говоря, этот бит был продан Известному исполнителю мировому То есть, имелся в виду Джонни Этот бит не продавался для Тентесиона Этот бит был продан для Джонни Вот и все Если вы мне не верите, мы можем перейти К создателю бита The Edge Его нет Потому что его продали Это не плагиат Так, следующий плагиат это не открытие Его и так все знают Все говорят Все обсуждают Все осуждают И все в этом роде Короче, Фагель сделал типа вступление, как у Коржа Да и вообще весь трек немного похож на Коржа Мечтаешь о большой любви Мечтать не вредно, может быть, когда-то повезен Ну что ты, братишка, прийти Обида залита в груди Знаете, я назову это интересной адаптацией под женскую аудиторию То есть Фагель исполнил песню для девчонок В принципе, это прикольно Это интересно Кстати, трек неплохой Он очень хорошо звучит Да, это плагиат Это полное заимствование начала, вступления Ну и трек моментами похож, конечно Но это звучит как версия, которая была типа для женского пола Не, ну а че? Макс Корж помогал нам в сложной ситуации Мужские ситуации Когда нам разбивали сердце пацанам У меня, конечно, такого не было И вообще, я не любитель послушать Макс Коржа Но были у меня друзья, которые именно были его фанатами И, по-моему, девчонкам нужен такой же герой Который споет про женские проблемы и утешит их Фагель с этим очень хорошо справляется Guys of Brothers В Guys of Brothers это челик, который исполняет припевы Как же он все-таки круто преображает каждую песню И если бы не его припевы, они бы так не залетали Да, это плагиат Я это слышу сразу Ой, моя с недавних пор любимая песня Доры, которая... Ну это не песня Доры, это песня Лолиты, перепевка На... Пошлю его на небо за звездочкой Я ее так заслушал Давайте послушаем, на что же она так похожа Окей, аккорды О, прям настолько похуже аккорды Давай Да я знаю, беда, не приходит она Это аккорды вообще до аккордов до*****ся, конечно, такое немного гнилое дело Но когда они идентичны, прям одинаковые, точь-в-точь Как тут не до*****ся? Я опять матерюсь, да? Я даже, я просто забываю о том, что не нужно материться Мне такая большая проблема, придется будет запикивать и на домой мату Аааа, да, да А я и не думал то, что у Расы есть такие приятные песни Я думал только пчеловод у них А стоп, а давайте даты-даты Да, год прошел, не знал Правда, очень похоже А насчет этой песни, мне она, кстати, очень сильно понравилась, Расы Я не думал, что они умеют делать такие приятные песни Припев Очень интересно звучит вокал Мне единственное в Расе не нравится это вот этот парень, который читает рэп Такая чисто кальянная читка, мне такое не очень заходит Я, наверное, в FL-ке просто вырежу весь его рэп и буду чисто припевы слушать Так, все знают то, что недавно Тимати, Джиган и Даня Милохин сделали свой трек Называется «Хавчик» Как тебя зовут? Ты в прямом эфире Пилим, словно Netflix, прямо на квартире Угадай, где я? Я дома Угадай, как я? Я в норме Это, если чё, отсылка на вот это вот Охуенный хавчик Продолжение рода, а не урода, блять РОДА, а не урода, блять На нахуй А я пошел кушать свой опиенный хавчик У меня это на рингтоне Слышь, позвони мне Алло, позвони мне Вот конча Я не знаю, я прям задезморалился чё-то Я не буду продолжать снимать ролик Так а вы мне не позвоните Не позвоните Хотя ладно, продолжу Только с одним условием, если подпишетесь на мой инстаграм Какой я жалкий Я хочу начинать утро с этого рингтона Да всё, уже не надо, я ролик снимал Ты мне всё обломал Я не слышала Да всё, всё, ты всё обломала Всё, пока А чё случилось? Да мне нужно было, чтобы ты позвонила Я рингтон хотел свой офигительный показать Эх, там, ну давайте ещё раз позвоню Это рингтон свой офигительный А я уже показал Ты же позвонила только что Ладно, давай Ну блин, мне теперь обидно Да, всё, запорола ты Такой ролик интересный был Я не хочу запорола А всё Ты не запорола, заканчивая А что? Абонно Ладно, им нужны плагиаты Я чё-то растягиваю разговор Ты меня не любишь Ой, всё, всё, давай, давай Да, конечно Много мне стоило просто показать вам рингтон Зато я знаю, кого я точно люблю Это вас, любимки Очень сильно А ещё сильнее я вас люблю, когда вы мне ставите лайки Можете мне поставить три лайка Но не два Либо один, либо три Два поставил Писюн никуда не вставил за всю свою жизнь, значит Всё Попущенный Поехали дальше, ладно Вот, это Анна перед вами извиняется, что не позвонила вовремя и не показал вам рингтон Прощаем или нет? Давайте так Если набираем 75 тысяч лайков, это значит, что мы её прощаем Смотрите, она даже не сомневается у вас Ну, посмотрим Кто этого не услышал, мне кажется, просто глухой, либо в детстве не слышал эту песню Если честно, что я считаю? То, что у Зиверта это, если что, девушка, а никнейм как будто парень У неё, по-моему, вообще нет ни единой своей песни Потому что почти каждая её песня похожа на другую песню Возможно, когда-нибудь я сделаю целый выпуск, посвящённый Зиверт Напишите, посвящать или нет Я вам хочу показать многоножку плагиатов То есть и то плагиат, и это плагиат на Абуди-Дабудай И вот этот следующий трек тоже плагиат на Абуди-Дабудай В общем, изнасиловали трек только так Лучше бы придумали бы что-нибудь новое Ну, один раз можно было бы перепеть, и всё, один раз Один раз, просто в современном звучании Но не каждому же, блядь И я, знаете, в чём уверен? Я уверен в том, что этих перепевок этого трека просто дохренища И в каждом не указано, что это кавер Каждый предоставляет этот трек как премьера своего трека И меня это убивает И, собственно, давайте погрузимся в ностальгии и послушаем уже оригинальный трек И всё-таки, конечно, какой-то шарм был у старых треков Всё равно они какие-то немного были странные, если честно Со странной анимацией Ну, а что я хочу взять с 1998 года? Чтобы подтвердить то, что у Зеверт очень много плагиатов Следующий трек снова идёт от Зеверт Или Зеверт Жёстко Жёстко Бессовестная, пи***ц Я ещё заметил, она любит старые треки, да? Делать похожие, вот Сложно, конечно, следить за своим языком Когда Ютуб вот так вот говорит Ага, вот смотри, видишь вот это вот Будешь материться, получишь вот эту жёлтую монетку Малиновый свет упал на окна, танцует вода Я уже знаю, из-за чего вы называете это плагиатом Тупо из-за складных слов Вот, они складываются одинаково То есть Мелькает свет и малиновый свет Это абсолютно разные исполнения припевов Единственное, до чего можно, кстати, докопаться Это бит И тут тоже так же Типа ритмика басов в треках очень одинаковая А так это не плагиат Итак, Билли Айлиш сбатила старый трек с Шрек Давайте послушаем Ой, как же это похоже, да Я считаю, что это плагиат Именно вот этот вот подход к припеву Очень похож Типа Вот это вот очень похоже Я хочу просто узнать, что вы об этом думаете Если про меня он говорит, честно, честно Я считаю, что это, да, это плагиат Это вдохновились именно старым треком Аллилуйя Мне просто интересно, что вы считаете Только давайте так Никогда не отталкивайтесь от моих слов Думайте так, как вы думаете То есть, если вы не считаете это плагиатом Так и тыкайте Не плагиат, никто вас не осудит Переходите ко мне в Телеграм и голосуйте Мне кажется, ARMY сейчас будут только рады То, что у BTS сбайтили трек ARMY, ONE LOVE BTS, я фанат Большой фанат У меня на старой квартире вся стена Исклеена постерами BTS Я специально съездю на старую квартиру И сфотографирую вам стену и отправлю Вот, это моя стена Я еще не съездил, но я ради этого съездю И я уверен, что эта фотография сейчас вот здесь Это моя стена Итак, новый трек Клава Кока и не лето Краш, оказывается, плагиат на Мото Давайте послушаем Итак, давайте удостоверимся, что это плагиат Переходим в FL Studio А А, у меня нет FL Studio Я просто Windows нес Еще FL-ку не успел установить Переходим в Premiere Pro Ой, случайно Photoshop открыл Переходим в Premiere Pro Я все сделал Я немного ускорил Мото Чтобы он был похож на не лето Давайте сначала послушаем не лето Ой, балдеж Это очень похоже Слушайте Ой, басы Прямо послушайте эти басы Ёбана И манера исполнения И все Очень идентично Что я скажу Как ее Клаву Коки А я ей ничего не скажу А что я предъявлю Как я ей предъявлю Она с Blackstar Мод с Blackstar Никто никому ничего предъявить не может Все на законных условиях Все как надо Все по-честному у них Можно сказать, сами у себя взяли Спасибо, ребят, что скидываете плагиаты Я вас хочу попросить Делать это с тайм-кодами Так как если я трек какой-то Просто не знаю Вот прям совсем не знаю Мне будет сложно слушать все треки Которые я не знаю С самого начала И искать именно эти плагиаты Будет круто, если вы будете скидывать Тайм-кодами И лучше всего это делать в Телеграме Потому что мне там проще слушаться Так, 75 тысяч лайков Будет новый ролик Также подписывайтесь на мой Инстаграм Ой, там такое Лучше подписаться Вот вы сейчас не подпишетесь А потом будете жалеть Вот сколько раз я это говорил И каждый раз потом жалели Лучше подпишитесь один раз Чтобы потом не жалеть Ладно, давайте, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok